ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 было бы хорошо. Но это, конечно, трудно, может быть, в плане связи. В плане организации. Да, организации может сложновато, но было бы интереснее, я думаю. Ну, что-то новое вы для себя нащупали? Ну да. Во время работы там? Ну, во-первых, да. Открыли что-то новое? Ну, я бы не сказал, что сильно что-то, но режиссер был интересный. Сам композитор ходил, это тоже интересно. Написал оперу, рядом с тобой ходит и как бы все подсказывает. Все равно даже как режиссер он играл, как музыкальный, он сам дирижер вообще. И как музыкальный подсказал. В этом интерес был. И взял, конечно, то, что практика работы. Это было безумно приятно. Мы появились в открытом театре. Под открытым не было. И это было само ощущение того, что ты находишься в Италии. И, я не знаю, принял, наверное, вот он как спросил, наверное, опыт какой-то. И веру в себя еще больше, чтобы вот охота сейчас вот больше и больше работать в этом, наверное, приобрел какую-то уверенность, еще большую уверенность. Ну, какие-то приемы, я не знаю, вы для себя переняли. Что-то будете использовать в своей работе сегодняшней? Ну, вот вокально тоже интересно. Все равно я послушал, они все равно как-то немножко по-другому поют, как бы. Вот в этом тоже я себе какие-то на метки взял. Вот как исполнить там, например, какую-то ноту. Интересно мне, школа все равно другая. Были хорошие певцы, им можно было подучиться немножко. У них даже... А как можно по-другому петь? Бас итальянский, бас вот вы... Ну, это техника. Ты не объяснишь, но все равно что-то берешь для себя. Многие певцы слушают оперу, и не зря слушают, потому что это все равно ты, не хотя даже ты все равно начинаешь по-другому все это делать. Это все равно техника. Верхний звук. Кто-то не может брать. Басы особенно, там, знаете, они вот наверх идут, а они не могут ноту взять хорошо, да? А вот как бы вот эта техника, она вот дает. Вот почему великие есть и не великие, поэтому это вот так... Конечно, конечно, да. Поэтому это, я думаю, все равно учится человек. Ну, а вы себя больше к кому причисляете? Может быть, пока еще не к великим, но стремитесь... Не, ну, каждый сервис, конечно, оперный певец стремится быть великим, быть признанным. У вас же есть, наверняка, свой кумир? Конечно, есть. У меня Геуров, Мушаляпин наш, да, конечно же. Ну, и наш Абдразаков, я ровняю всегда им. Они вот достигли таких высот, что мне охота хотя бы половину достичь того, что они достигли. Ну, все впереди, я так понимаю. Ну, так было, да. На сегодняшний день в каких постановках, спектаклях вы заняты? Ну, у вас вот громкие премьеры последние, да, вот назову его, Фаусты, например, Аттилу, тот же Ильдар Абдразаков, как первый дебют режиссерский был, да, потом у нас Дон Жуан. Ну, прекрасные премьеры за один сезон, я думаю, это для театра было таким высоким, как бы, достижением, то, что они такие большие, прекрасную оперу поставили за один сезон. Надеюсь, еще и будет дальше, что много-много хороших интересных спектаклей. И ажиотаж был прям большой, билеты раскупали за раз сразу. Примерно это вот даже не сказать там, их уже раскупали сразу же, потому что имена громкие, да, пели и ставили, да, вот спектакль, это во-первых. Во-вторых, у нас теперь труппа такая вот сложная, я бы сказал, такие голоса очень свежие, сильные, как бы, поэтому людям интересно-интересно увидеть их в разных таких, в ролях наших, молодых, да, даже не молодых, а вот, скажем, там, именитых, да, даже. Ну, окреп как-то у нас, как бы, сейчас оперный такой состав. Вы упоминали, упомянули только что Фауст, давайте о нем подробнее, вы скоро... Да, вот Фауст у нас прошел в сентябре, как бы, премьера была в того года. Сейчас у нас ожидается 20 октября ближайший спектакль Фауст. Будут исполнять там роль Мефистофеля. Это на сцене Башкинского театра? Да, 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 у нас. После 20-го он едет на фестиваль, видеть музыку. В Москву? В Москву, в Большой театр. В Большом театре будет исполняться наша постановка Фауста. С нашими солистами. Кроме Фауста? Кроме Фауста, ближайшие там будут Искатели, Женчу, тоже это свежие наши эти постановки. Ожидается Дон Жуан, кстати, вот, да, вот, ближайший тоже, это 13-14, если я не ошибаюсь, ну, в репертуарную посмотреть. Как бы, это новый спектакль тоже такой произвел фурор, такой, так скажем, закрывали мы сезон этим спектаклем. Поэтому тоже, милости просим, там тоже наши солисты прекрасные, там, будут петь, играть для вас. Ну, интересная постановка, хочу сказать. Поэтому стоит прийти, посмотреть своими глазами. Вообще, сам репертуар театра, насколько он разнообразен, в частности, оперный, да, и где вы заняты? Ну, сейчас, вот сейчас хотелось, хочу сказать, что вот очень много, как бы, таких хороших постановок, и очень много у нас оперных спектаклей, причем свежих. У нас старые, как бы, немножко снимаются, это вот давнишние, какие-то эти спектакли. И, вот, ну, и как назвал у нас свежий, вот Дон Джован, Фауст, Оттила, Искатели Жемчуга. Какие у нас, ну, у нас, как бы, хорошая постановка тоже идет, Князь Игорь постановка идет, из русской, если музыки там выбрать. Ну, и много-много таких вот, репертуаров, да, много спектаклей у нас сейчас. Можно прийти, разнообразие есть, на разные вкусы. Детских спектаклей тоже у нас, вот, есть, ну, свежие есть детские спектакли. Но в детских спектаклях тоже задействованы? Ну, сейчас нет. Раньше играл очень много в детских спектаклях. Сейчас, к сожалению, и времени нет, и, как бы, есть, у нас, как бы, только пришедшие молодые солисты, они играют вот в детских спектаклях. Вы сказали, времени нет, на что времени нет. Или почему времени нет? В детских спектаклях у нас, вот, много идет, да, вот, как бы, ну, поставят часто, как бы, и поэтому, как бы, у меня сейчас, планы такие, учу большие партии, это немножко сбивает с ритма, скажем, работа с ритмом. И поэтому приходится... И, во-вторых, я же говорю, у нас очень много молодых солистов, они сейчас для практики, для своей, они больше играют... Даже, может, даже моей нужды нет сейчас там. Потому что у нас много молодых солистов. А вот эти молодые солисты, они к вам обращаются как-то за помощью, за поддержкой? Ну, не все, но... Там Артур, послушайте меня, вот я где-то... Или это не принято? Нет, зачем? Это принято у нас, конечно. И я сам так обращался. И сейчас я обращаюсь. У меня, слава Богу, педагог Салат Ахмедович Аскаров. Он действующий еще как бы солист нашего театра, бас. Хотя много-много лет ему уже, и он звучит. Поэтому я каждый день бегаю к нему и как бы занимаюсь. Все равно он меня... Все равно, я думаю, как он сказал, у нас оперные певцы, они всю жизнь учатся. Нельзя вот научиться сразу же. Да, все равно поешь ты всю жизнь, учишься петь. Поэтому бывает, и ко мне, ну, это больше друзья мои, которые мы вместе работаем, там, они просто подходят, ну, говорят, там, ну, как я звучал, там, да, что-нибудь, там, попоют, они говорят, послушай зал, как я там звучу, да, что правильно, что неправильно, ну, немножко там, все равно подсказывают, там, ну, для меня это, как бы, еще боязнь, что-то говорить человеку. Поэтому я стараюсь так по-минимуму что-то скажу, и все. Поездка в Италию, в Палермо, была одна из ваших последних, да, за поездку? Да, это была. Какие-то планы на дальнейшие, международные, так скажем, участие в международных творческих проектах есть у вас? Приглашение, может быть? Нет, пока планов нету. Планы вот сейчас, как бы, побольше партий сделать в нашем театре, это все равно практика большая. Учить новые партии, очень много планов, как бы, вестись, даже, которые у нас уже были, спектакли, у меня много сейчас планов даже, ну, просто вводиться спектакли, пока даже, если премьера не будет. Но если премьера будет, конечно же, вот, как бы, учить. И, ну, я надеюсь, что, как бы, меня еще будут приглашать, но пока приглашения нету. Ну, это всегда приятно, когда тебя куда-то приглашают в другой театр, это съездить попеть, я же говорю, это большой, большой, ну, как бы, большая практика, ну, даже, вот, даже сесть куда-то попеть с другими солистами, в другой постановке, в другом театре, в другом зале, ну, это круто. Артур, вы сказали, что оперный певец, учится постоянно? Ну, чему учится постоянно? Артур, как голову? Ну, Я знаю, что, вас петь учить, что ли, заново? Да, да, ну, не заново. Я хочу сказать, вот, предела нету, совершенства. Поэтому всегда что-то новое находишь, всегда охота, как новость, какие-то, какие-то нотки, да, какие-то исполнения, вот, все равно, ну, я говорю, совершенства нет. Оперный певец, он, даже гений, да, они все равно учатся, продолжают учиться, которые уже мировые, даже какие-то мировые имена, они все равно учатся, вот, я много интервью, как бы, видел, читал, да, даже великие говорят, да, я до сих пор учусь, до сих пор учусь петь. И всегда перед выходом на сцену волнуетесь, а все говорят, что обязательно. А если волны не пропадают... Ну, это значит, что-то не так, это неправильно, да. Все равно чуть-чуть волнения должно быть. Это вот волнение должно уходить, когда ты уже на сцене. А перед выходом, ну, я тоже считаю, что должно быть волнение. Если его нет, то, значит, что-то... Обладатель диплома артист Радио России. Это за что и когда? Как раз-таки это дали за роль Мефистофеля после постановки Фауст. Национальная оперная премия «Онегин». Ее мне вручили, когда у нас прошла постановка «Кармен». О, вот забыл еще, у нас интересная постановка опера «Свежая Кармен». Да, там я исполнял роль Цуниги, и мне вот за роль Цуниги дали сутвертку «Онегин». Часто приходится участвовать в конкурсах? Раньше участвовал, сейчас поменьше, опять же, из-за того, что пока времени не хватает. А так, это конкурс тоже такая вещь, ну, как бы надо готовиться прямо определенно только к конкурсу, и много времени занимает. Разучивание каких-то отдельных ари, романсов, да, и надо работать только на конкурс. Если ты там везде-везде, то и ни одно, и ни другое может не получиться. А вот откройте секрет, вообще, участие в конкурсах артистов как-то приветствуется со стороны администрации театра, или наоборот? Да, конечно, тем более, если каких-то международных, там, таких громких. Просто, как вы, извините, перебил, вы просто сказали, что на это время приходится как-то... Ну, если... Меньше, меньше, меньше работать. Да, найти, как бы, с руководством общий язык, и сказать, что вот я хочу поехать, там, туда-сюда. Ну, я, как говорил, у нас уже... В спектакле же есть замена, как бы, в одной роли, вот, у нас несколько человек, поэтому можно всегда выход найти какой-то. Но это, конечно же, как бы, если ты, например, в какой-то роли один, и в репертуаре уже стоит этот спектакль, тебя никуда не отпустят, это, конечно же. А так всегда можно договориться со своим даже вот этим вот коллегой, да, который может исполнить за тебя эту роль и поехать как будто... Артур, оперные певцы, это такая каста? В хорошем смысле. Ну, наверное, да. Оперным певцом, я думаю, быть это сложно. Не каждый певец сможет оперным певцом быть. Не каждый певец даже, не человек, а певец даже не сможет оперным певцом быть. Певцом могут, как бы, многие стать, а оперным нет. У вас как это все начиналось? Ну, тоже вот отучился. Никогда не думал, что оперным певцом быть. Я думаю, под микрофон вот так вот видел, там, Магомаева, да, там, таких вот, там, таких же, там, Кобзону, своих, там, национальных певцов, там, башкирский телевизор. Я думаю, просто отучу, чтобы у меня голос был красивый такой. Тоже хотел вот так в телевизоре стоять и петь, под микрофон. Ну, и вот это я учился, и в академии просто в какой-то переломный момент произошел. Я даже не заметил. Или в оперу сходил. Даже не сказал бы, что я в оперу сходил, и влюбился, да, ну, и понравилась опера. Ну, и потом, когда голос по-другому мне начал звучать, и у меня педагог такой, серьезный оперный певец, и он как-то воспитал во мне, что надо быть оперным певцом, что у меня голос достойный, что я тоже вот так, когда учился, конкурсы какие-то выигрывал, да, вот так вот, и как бы слышал другие, как поют. Ну, и подумал, что я, наверное, избранный, надо быть оперным певцом. Не жалеете? Нет, ни капли. Я так рад, что у меня такая профессия. Я благодарю любого всегда, каждый день, что у меня такая профессия, я работаю в таком прекрасном месте, как оперный театр. Это шикарно. Не могу не спросить о ваших творческих планах. Ну, о некоторых вы уже рассказали. После Москвы что ожидает вас? Много работ у нас в театре, но есть еще много планов, которые, как бы, поездки, но это не хочу сильно пока озвучивать. Секрет. Да, пока такой секрет. Ну, надеюсь, что услышите меня и, как бы, буду радоваться там. Что ж, Артур, спасибо, что нашли время. Пришли в нашу студию. Заслуженный артист Республики Башкортостана Артур Кайпов был нашим гостем сегодня.